Первое послание к коринфянам святого апостола Павла, глава 8, стихи с 5 по стих 23, главы 9. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и господ много, но у нас один Бог, Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне, совестью признающего идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольств. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне, совестью признающие у идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощно, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу. Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем. Не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни, и кифа? Или один я и варнавы не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано «Не заграждай рта у вала молотящего». О валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, И кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, Велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют в вас власть, Не пачили мы? Однако мы не пользовались сею властью, Но все переносим, Дабы не поставить какой преграды Благоверствованию Христову. Разве не знаете, что священодействующие Питаются от святилища, Что служащие и жертвенник Уберут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелия Жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, Чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, Нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, То нечем мне хвалиться, Потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, То буду иметь награду. А если не добровольно, То исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, Благовествую о Христе безмездно, Не пользуясь моею властью в благовествовании. Ибо будучи свободен от всех, Я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, что приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Святой Макарий Египетской Беседа 25 В ком божественный закон не чернилами и не письменами начертан, но насажден в сердцах плотяных, те, имея просвещенные очи ума и побуждаясь нечувственную и видимую, но невидимую и мысленную надеждою, могут преодолевать соблазны лукавого, но только силою непобедимую. А не украшенные Божьим Словом, не обученные божественным законом, напрасно надмеваясь, думают собственную своею свободою устранить от себя поводы ко греху, осуждаемому единым таинством Креста. Свобода, возможная для человека, простирается на то, чтобы противиться дьяволу, а не на то, чтобы при сей возможности непременно иметь и власть над страстями. Ибо сказано, если Господь не созыждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж и трудится зыждущий. Тому невозможно наступить на Аспида и Василиска и попрать льва и змея, кто не очистил себя предварительно, сколько возможно сие человеку, и кого не подкрепил сказавший апостолам. «Се даю вам власть наступать на змей и на скорпионов, и на всю силу вражию». А если бы естество человеческое и без всеоружия Духа Святого могло противостать козням дьявольским, то не было бы сказано апостолам, «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими». И еще. «Его же Господь убьет духом уст своих». «Потому и заповедано нам просить Господа, не введи нас в напасть, но избавь нас от лукавого, ибо если не сподобимся всыновления, высшую помощью избавившись от разжженных стрел лукавого, то всуе трудимся, как далеко отстоящие от силы Божией. Посему, кто хочет быть причастником Божественной славы и образ Христов, как в зеркале видеть во владычественной силе души своей, тот с ненасытимой любовью, с неудовлетворяемым желанием от всего сердца и всеми силами день и ночь должен искать всесильной Божьей помощи, который невозможно получить, если кто, по сказанному, прежде не воздержится предварительно от мирского сладострастия, от пожеланий сопротивной силы, которая чужда света и есть лукавая деятельность, враждебная деятельности доброй и совершенно от нее отчужденная. Поэтому, если хочешь доведаться, почему мы, сотворенные в чести и поселенные в раю, впоследствии приложились к скотам бессмысленным и уподобились им, лишившись причистой славы, то знай, что через прислушание, соделавшись рабами плотских страстей, сами себя изгнали из блаженной страны живых, и, став пленниками, сидим еще на реках Вавилонских, и по элику удерживаемся еще в Египте, то не наследовали обетованной земли, текущей млеком и медом, не растворены еще квасом чистоты, но до ныне пребываем в квасе лукавства. Сердце наше не окроплено еще Божией кровью, потому что в нем еще и дно адова, и вонзенная уда злобы. Не восприяли мы еще спасительного Христова радования, потому что углублено еще в нас жало смерти, не облеклись еще мы в нового человека, созданного по подобию Бога, потому что не совлеклись ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, не носим еще в себе образ небесного, и не соделались сообразным славе его. Не стали еще мы поклоняться Богу духом и истиною, потому что в мертвенном теле нашем царствует грех. Не узрели еще мы славы нетленного, потому что еще состоим под действием ночной тьмы. Не облеклись еще мы в оружие света, потому что не сложили с себя оружие стрел и дел тьмы. Не преобразились еще мы обновлением ума, потому что сообразуемся с веком сим в суете ума. Не спрославились еще мы со Христом, потому что не страждем с Ним. Не носим на теле своем язв Христовых, пребывая в таинстве Креста Христова, потому что находимся в плотских страстях и похотях. Не соделались еще мы наследниками и снаследниками Христовыми, потому что в нас еще дух рабства, а не сыноположения. Не стали еще мы храмом Божиим и обителю Духа Святого, потому что до ныне по стремлению своему к страстям мы храм идольской и виталище лукавых духов. Подлинно не приобрели еще мы простоты нравов и светлости ума. Не сподобились еще ни лесного и словесного млека и мысленного возрастания. Не озарил еще нас день, и деница не воссияла в сердцах наших. Не проникнуты еще мы солнцем правды, и лучи его не облистали нас. Не восприяли еще мы на себя подобие Господня и не соделались причастниками Божественного естества. Не стали еще мы ни поддельною царскую порфирою, ни ложным Божиим образом. Не уязвились еще мы Божественную приверженностью, не поражены духовную любовью к жениху. Не познали еще мы неизреченного общения, не уразумели силы и мира во святыне. И, выражая все сие в совокупности, мы еще не род избранный, не царственное священство, не народ святой, потому что мы — змеи рождения ехидны. И как мы не змеи, когда не оказываемся послушными Богу, пребываем же в прислушании внушенным змиям? Посему, как при этом достойно оплакать мне бедствие, не нахожу. Как со слезами воззвать мне к могущему изгнать из меня выдворяющееся во мне обольщение, не знаю. Как оплачу Иерусалим? Как избегну тяжкой фараоновой работы? Как оставлю срамное место приселения? Как отрекусь от горького мучительства? Как выйду из земли египетской? Как перейду Черное море? Как пройду великую пустыню? Как не погибнуть мне, угрызенному змеями? Как победить иноплеменников? Как истребить в себе языческие народы? Как наскрижали свои принять словеса божественного закона? Как узреть истинный столб света и облачный столб Духа Святого? Как насладиться манною вечных утех? Как испию воды от животворящего камня? Как перейду Иордан, вступив в святую землю обетования? Как возрю на архистратига Господня, перед которым Иисус Новин, увидев Его, мгновенно пал на лице и поклонился Ему? Если при всем этом не истреблю в себе языческие народы, то и вошедши не упокоюсь во святилище Божием, не соделаюсь причастникам царской славы. Посему старайся соделаться неукоризненным чадом Божиим и войти в онный покой, куда пред течею за нас вошел Христос. Старайся быть написанным в церкви на небесах с первородными, чтобы обрести с тебе Одесную Величествия Всевышнего. Старайся войти во святый град, у миренных и горних Иерусалим, где и рай. Ибо не иначе сподобишься сих дивных и блаженных зрелищ, как разве день и ночь будешь проливать слезы, подобно тому, кто говорит «Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою». Не неизвестно тебе, что сеющие слезами радостью пожнут. Почему пророк с терзновением говорит «Не будь безмолвен к слезам моим» и еще «Положи слезы мои в сосуд пред тобою». И «Были слезы мои мне хлебом день и ночь». И в другом псалме «Питье мое растворяю слезами». Слеза, проливаемая действительно от великой скорби и сердечной тесноты при ведении истины и сражением внутренностей, есть пища души, подаваемая от небесного хлеба, которого, сшедший у ног господних и плача, наипаче причастилась Мария по свидетельству самого Спасителя. Ибо, говорит он, Мария же избрала благую часть, которая не отымется у нее. О, какие это многоценные бисеры в излиянии блаженных слез! О, какой это правый и благопокорный слух! Какой мужественный и мудрый ум! Какое проникновение Господним Духом! Какая любовь, так сильно влекомая к причистому жениху! Какое острое жало душевного стремления к Богу Слову! Какое тесное общение невесты с небесным женихом! Марии подражай, чадо! Подражай, не имея в виду ничего иного, а взирая только на того, кто сказал, «Огонь пришел я не вести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Ибо возгорение Духа оживотворяет сердца. Невещественный и божественный огонь освещает души и искушает их, как неподдельное золото в горниле, а порог попаляет, как терния и солому. Потому что Бог наш в пламенеющем огне дает отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию Его. Сей огонь действовал в апостолах, когда возглагололи огненными языками. Сей огонь облистал Павла глазом и просветил его ум, омрачил же у него чувство зрения, ибо не без плоти видел он силу оного света. Сей огонь видел Моисей в купине. Сей огонь в виде колесницы восхитил Илью с земли. Действенности сего огня взыскуя, блаженный Давид сказал, «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». Сей огонь согревал сердце Клеопы и спутника его, когда говорил с ним Спаситель по воскресенье. И ангелы, и служебные духи причащаются светлости сего огня по сказанному. Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. Сей огонь, сожигая сучец во внутреннем оке, делает чистым ум, чтобы, возвратив себе естественную прозорливость, непрестанно видел он чудеса Божии, подобно тому, кто говорит, «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Поэтому огонь сей прогоняет бесов, истребляет грех. Он есть сила воскресения, действенность бессмертия, просвещение святых душ, утверждение умных сил. Будем молиться, чтоб огонь сей коснулся и нас, и тогда, ходя непрестанно во свете, даже и в малом чем-либо, не приткнем ног своих о камень. Но как светило, явившееся в мире, будем содержать в себе глаголы вечной жизни и, наслаждаясь Божьими благами, упокоимся в жизни с Господом, прославляя Отца и Сына и Святого Духа. Ему слава вовеки. Аминь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok